Первая встреча в Москве. Встреча вживую с теми людьми, с кем мы работали. Работали онлайн, работали с их детьми, с заболеваниями. Когда мы сами, проходя по структурам психики, искали, каким образом можно помочь человеку, и пришли к тому, что помочь может себе только сам человек. Сам человек, изменившись, когда он приходит в гармонию со своим подсознанием, когда подсознанию больше не надо, продуцировать ему боль, болезнь для того, чтобы он изменился. Вот эта встреча в Москве, она была невероятной. Мы благодарим всех тех, кто захотел с нами встретиться, кто пришел, кто рассказал о своих в прошлом былых проблемах, заболеваниях, историях, кто искренне и честно делился этим, кто вставал на колени в благодарности, рядом с которым, с кем мы плакали от счастья. Благодаря чату мамы сегодня написаны четыре книги. Четыре ребята. Одна из них здесь есть, одна уже в издательстве. И две сейчас на четвертых. Это было просто сумасшедшие работы, так писала, и блюдо, и все дичонки, по многим дичонкам было. Ирины, 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 ирины. Ирины, 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 ирины. именно от счастья. Мы плакали, когда мы видели в человеке изменения, трансформации. Мы смотрели в глаза и видели искренность. Мы видели искреннюю благодарность. И мы точно так же были искренне благодарны сами. Это было открытие сердец. Это было открытие чувств. Это было действительно, это были невероятные состояния искрения, искренности, когда ты в глазах каждого человека видишь сам себя. Смотришься и видишь, какой ты. Какой ты есть. Это все твои солнечные зайчики. Это все твои зеркальные отражения. И эти отражения собрались вместе, чтобы сказать друг другу спасибо. Мы благодарим всех тех, с кем мы эти пять лет прошли вместе. И благодаря кому мы смогли углубиться в структуры психики и наработать невероятные материалы. Невероятные книги. Инфодайвинг надсознания, инфодайвинг подсознания, инфодайвинг счастья и роль его отсутствия в общественной жизни. Инфодайвинг коллективное бессознательное, инфодайвинг глубина, инфодайвинг знания, инфодайвинг парадоксальное восприятие. И сейчас готовится к выходу иллюзионист. Мы благодарим всех, кто помог нам пройти этот путь. Мы благодарим мам, детей, аутистов, кто писал в чате, кто смог пройти этот путь, вывести своего ребенка из состояния аутизма, из заболевания, как ставит его медицина, заболевания без выхода. Это было пять лет. Сегодня даже медицина уже говорит, есть выход из аутизма, это возможно, но как это может быть невозможно, если у огромного количества людей это получилось. И не благодаря лекарству, не благодаря дельфинотерапии, не благодаря каким-то медицинским изыскам, а благодаря изменениям матери и отца, благодаря глубиннейшим осознаниям, зачем к ним пришел ребенок с аутом, что он им показывает, что он им отражает, чему он их учит. Менялись родители, менялись дети. И эти истории живые мы слышали на этой встрече. Где-то были шокированы, но мы в любом случае были счастливы, мы благодарны. Благодаря вам, милые мамы, родилось четыре книги по чату мам. Эти книги – это целый путь. Путь мамы из болезней в здоровье. Путь сознания мамы из болезней в здоровье. И сегодня, читая эти книги, мы просто приходим в восторг от того, насколько глубокие вещи вы там писали. Вы писали стихи, вы писали советы, вы формулировали даже свои пункты, как ребенок, что подсвечивает вам, в какой момент, когда он капризничает, бьется головой, когда у него зависимость глютеновая, диеты глютеновые нужны, когда у него то, то, то. Вы перечисляли, там много симптомов, и на каждый симптом было, о чем это матери. И это составляли вы, милые мамы. Спасибо вам огромное за этот титанический труд. Это все сейчас собрано в книге, и это останется для тех, кто идет за вами. Это целый труд огромный, который проделали вы. И, проделав этот путь, вы еще смогли приехать со всех уголков России на встречу с нами, на живую встречу. Невероятная благодарность, невероятная поддержка с вашей стороны. Это невероятная встреча. Мы благодарим вас искренне от всего сердца. Мы благодарим всех тех, кто захочет с нами встретиться еще и готов двигаться дальше на пути познания себя, на пути познания способностей своей психики, на пути создателя. Мы всегда говорим, создатель в самом человеке. Открывая в себе создателя, у вас получается создать здорового ребенка, создать здоровую семью, создать здоровые отношения, здоровый бизнес, здоровую реализацию, здоровые отношения с родителями. И все это через благодарность. Вот этот момент искренности с собой, любви к себе, который отражается в вашем создании, любви и искренности в зеркале. В зеркале окружающего мира. И эту реальность уже нельзя назвать объективной. Эта реальность створится в вашей голове. И вы это знаете. В принципе, этому мы всегда учим в инфодайинге. И это очень сложно дается человеку. Так хочется вынести ответственность на объективную реальность. Нет, дорогие мои. Мы боги. Мы пришли играть в рай. Сделали из него ад. И теперь пришло время навести в нем порядок. Опять раю вернуть счастье, любовь и здоровье. Дорогу осилит идущий. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...